Открытый диалог с Александром Непомнящим Да, Сергей, безусловно, это вещь, которая больше всего сейчас заботит и тревожит нас израильтян, потому что, да, безусловно, мы тоже смотрим с ужасом на войну, которая идет в войну. Мы тоже симпатизируем украинцам, которые сейчас оказались в ужасной ситуации. Нам жаль и тех россиян, которые против этой войны и тоже оказались под санкциями. И, в общем-то, дело не в санкциях, а в том, что весь их мир рушится, точно так же, как рушится мир украинцев. Но для нас израильтян, к сожалению, как известно, как не цинично это звучит, своя рубашка ближе к телу, и больше всего нас сейчас, безусловно, тревожит то, что может произойти в нашем регионе. И да, как бы ситуация со сделкой, похоже, очень риска к завершению, не до конца. И об этом, может быть, я успею сегодня еще сказать. Но попробуем начать действительно по порядку это все. Во вторник газета «Вашингтон Экзаменер» сообщила, что офицеры корпуса стражи исламской революции, Ксир, иранской, активно планировали убить бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона. И согласно этому отчету, который был опубликован, в конце прошлого года Болтону, наряду с бывшим госсекретарем Майком Помпео, предоставили защиту секретной службы, как бывшим высокопоставленным чиновникам американской администрации, чьи жизни подвергаются сейчас постоянным, достоверным и конкретным угрозам со стороны корпуса стражи исламской революции. И вот в документе сообщается, что несмотря на то, что Министерство юстиции известны личности офицеров Ксир, то есть известно, кто конкретно это все готовит, не общие слова «это делает Ксир», «КГБ», «ФСБ» иранский, нет, конкретные люди известны, которые возглавляют эти усилия по убийству Болтона, пытаются его убить, и есть доказательства для предъявления им обвинений, то есть это не то, что оценки разведки, это реальные документы, которые позволили бы предъявить им обвинения. Министерство юстиции отказывается выдвигать обвинительные заключения, как вы понимаете, из-за опасений что-то может помешать стремлению администрации заключить ядерную сделку с Ираном, которая в настоящее время близится к завершению на переговорах в Вене. То есть понимаете, это даже как бы не касаясь израильских проблем, США отказывается сейчас наказать людей, которые стремились и продолжают стремиться убить высокопоставленного одного из высших государственных чиновников страны в прошлом, для того, чтобы не сорвать эту сделку. На самом деле, согласно законам США, попытка иностранной державы убить американских граждан в Соединенных Штатах является актом войны. Понимаете, это очень серьёзно. Если иностранная держава пытается убить американского гражданина в Соединенных Штатах же, это казус бели, это акт войны. То, что по всем правилам от администрации Байдена следовало бы, как минимум, ожидать, того, что она будет преследовать потенциальных убийц Болтона по всей строгости закона, тем более, что можно применить этот закон известно кому. Но, увы, очередным свидетельством, я бы сказал, такого обсессивно-компульсивного характера стремления администрации к сделке с Ираном стало то, что президент США Джо Байден и его администрации не только принимают ответных мер за этот акт войны, но и оставляют иранскому режиму полную свободу действия для продолжения ведения войны против Америки на её собственной суверенной территории. То есть речь не идёт о том, что поймали какого-нибудь американца, который был где-то в Сирии или в Ираке. Нет, они пытаются прямо внутри Америки убить высокопоставленного американского чиновника, известно кто, но никаких обвинений ни против них, ни против их руководителей, ни против всего этого режима преступного не выдвигается. Решение администрации просто проигнорировать усилия Ирана убить граждан США и бывших высокопоставленных американских чиновников соответствуют её, в общем-то, последовательной политике унизительного умиротворения Айитол. И, конечно же, эта коленопреклонённая политика наиболее ярко и опасно проявляется в сделке, о которой администрация договаривается с Ираном в день. Ожидается, что сделка, которая касается незаконной ядерной программы Ирана, я напомню, ядерная программа Ирана незаконна, нелегитимна, непризнана миром, и только сейчас она получит такую легитимацию с подписанием сделки. И экономических санкций США против режима будет заключена, возможно, уже в течение нескольких ближайших дней, или не заключена, но снова об этом чуть позже. На прошлой неделе бывший сотрудник Госдепартамента и эксперт по санкциям в отношении Ирана Габриэль Наронья опубликовал подробности очень далеко идущих уступок к иранскому режиму, на которые администрация Байдена уже согласилась пойти в день. Наронья написал в своём твиттере, что получил подробности об уступках США от членов делегации США. То есть это не выдумки его, не оценки, не анализы опытного человека, нет. Он конкретно видел документы, и эти документы ему передали представители делегации США и представители европейской делегации на переговорах. Источниками Наронья являются его бывшие коллеги, которых он называет служивыми чиновниками, то есть людьми, которые достигли своих должностей благодаря успешной карьере, отличая их таким образом от политических назначенцев. И вот по словам Наронья, эти люди, которые, в общем-то, они профессионалы, они на этих переговорах ведут себя как профессионалы, они понимают интересы России, понимают, прошу прощения, интересы США, они понимают, чего хочет добиться Иран, и они выступают от США и от западных стран. Поэтому они как бы призваны защищать интересы Запада. И по словам Наронья, эти люди настолько обеспокоены уступками, которые делает глава американской делегации Роб Мэлли, мы понимаем, что такое Роб Мэлли, что позволили опубликовать Наронье некоторые детали предстоящей сделки в надежде на то, что Конгресс примет меры, чтобы остановить эту капитуляцию. Вот так вот. То есть это фактически они идут на должностное преступление ради того, чтобы спасти свою страну, но не только США там, и представители других западных государств, которые участвуют в этих переговорах. Настолько всё серьёзно. И следует отметить, что от них не только бывшие коллеги Нароньи крайне озабочены ситуацией, потому что три члена американской делегации во главе с заместителем Мэлли, Ричардом Непью, мы об этом говорили несколько недель назад, несколько недель назад оставили переговор, убеждённый в том, что капитуляция Мэлли перед иранцами просто угрожает Соединённым Штатам. Ни далеко идущие уступки, нам не нравится, это непрофессионально, это угроза интересов Соединённых Штатов. И вот бывшие коллеги Наронья, которые остаются ещё в делегации США и ещё одной европейской делегации, сказали ему, что действуя при полной поддержке Байдена и Блинкена, понимаете, то есть это не то, что Роб Мэлли там берега рамсы попутал, как говорят, на уголовном ОРГО. Нет, он действует при полной поддержке и согласованно с Байденом и Блинкеном. Так вот, Мэлли уже согласился со всеми требованиями Ирана об отмене санкций против иранских террористических командиров, а также иранских учреждений отдельных лиц, причастных к ракетным программам Ирана, программам создания оружия массового уничтожения и террористическим операциям. То есть все те люди, которые были раньше в списке санкционном как террористы, как убийцы, как организаторы кровавых преступлений, сейчас они все отбеливаются в рамках этой самой сделки. Мэлли, известный своими радикальными про-иранскими позициями и, к слову, непримиримой враждебностью к Израилю, не просто ведёт переговоры в Вене. Он, работая при полной поддержке Джо Байдена и секретаря Блинкена, отвечает за всю политику администрации на Ближнем Востоке вообще. То есть это действительно часть его общей политики, абсолютно враждебной Израилю и арабским санитским государством, и абсолютно про-иранским. И вот коллеги Наруни характеризуют почти завершённую сделку с Ираном как полную капитуляцию США перед требованиями Ирана. Их заявления, кстати, были подтверждены на этой неделе с заявлением посла России Михаила Ульянова. В прошлом месяце, ещё накануне вторжения в Украину, но уже после того, как Путин послал десятки тысяч российских военных границам этой страны, Мелли назначил главу российской делегации в Вене Ульянова одним из своих двух посредников между американской и иранской делегацией. Услуги Ульянова, к слову, необходимы просто потому, что иранцы вообще отказываются сидеть в комнате с американцами. Понимаете, какое унижение американцам? Иранцы не готовы с американцами говорить вообще. Поэтому их представляет Ульянов, представитель России. И сейчас тоже. Сейчас, когда, так сказать, ситуация, мягко говоря, немножко изменилась. Так вот, согласно источникам самого Мелли, Ульянов фактически руководил ядерными переговорами от имени Мелли. То есть представитель России ввёл эти переговоры как бы от имени США. И, как сказал на этой неделе сам Ульянов, Иран получил гораздо больше, чем мог ожидать, гораздо больше. Как вы понимаете, Ульянов говорил это с большой и нескрываемой гордостью. Но в интересах ли это США? Сообщается, что Мелли согласился исключить корпус Стражи Исламской революции из списка иностранных террористических организаций Госдепартамента в дополнение к снятию санкций с иранских террористов и распространителей ракеты и оружия массового уничтожения. Это тех самых ксих, которые вот сейчас пытаются убить Болтона. Он также отказался от ядерных гарантий. Как уточнил Наронья, сделка, о которой договорился Мелли, включает более слабые и более краткосрочные ограничения на ядерные операции Ирана, чем те, о которых Мелли и его коллеги договаривались в ядерной сделке 2015 года. То есть эта сделка еще и хуже, чем то, что было в 2015 году. Уже тогда мы говорили, что это просто катастрофа. Так вот, по сравнению с нынешним, та катастрофа — это были просто цветочки. Ерунда. В тот момент, когда сделка будет заключена, без всякого надзора со стороны Конгресса, Иран автоматически получит 90 миллиардов долларов в рамках снятия санкций. Более того, в последующие годы Иран должен получить не менее 50-55 миллиардов долларов от продажи нефти и газа, поскольку новая сделка отменяет все санкции в отношении иранского энергетического сектора. Тут, правда, зарыта одна собака, одна, так сказать, хишка, которую снова мы, может быть, успеем чуть позже поговорить, которая сейчас, возможно, мешает подписанию сделки. Возможно. Так вот, стратегические последствия этих денежных вливаний очевидны. Как в прошлый раз, когда Аятолы получили денежные вливания в размере десятков миллиардов долларов в результате реализации сделки 2015 года, они теперь снова смогут направить все эти колоссальные средства на финансирование своих вассалов и войн против Израиля и против сунницких арабских государств. В реальном выражении 90 миллиардов долларов в карманах Аятолы Али Хаминри это означает то, что в руках Хизбалы вливаниях, Хамаса в Газах, Уситов в Йемене, шиитских боевиков в Ираке и режима Асада в Сирии окажутся еще тысячи беспилотников, ударных беспилотников и высокоточных ракет. И это, к слову, будет означать также еще больше террористических ячей в Европе и в Северной и Южной Америке, в США тоже, естественно. Однако еще более важное стратегическое значение ядерной сделки будет заключаться в том, что Иран сможет расширить свою региональную гегемонию за счет сил корпуса стражей исламской революции и террористических марионеток, действуя при этом под ядерным зонтиком, санкционированным теперь уже Советом Безопасности ООН и правительством США. Понимаете, вот мы сейчас видим, как это происходит. То есть Путин ведет просто совершенно ужасающую войну против Украины, против украинцев. И когда общественное общество на Западе требует от НАТО вмешаться и от США, то Путин говорит, а я расчехляю ядерный бойголов. И лидеры Запада говорят, ну что, ребята, вы хотите ядерную войну из-за Украины? Нет, мы на это не пойдем. То есть, по сути дела, даже не нужно пользоваться ядерным оружием, достаточно им пригрозить, когда оно у тебя есть. И когда знаешь, что ты достаточно безумный. И ты можешь заниматься террором конвенциональными способами, никто тебя не остановит. И вот проблема заключается в том, что Израиль окажется на другой от Совета Безопасности ООН, того, который дал разрешение Ирану на ядерную бомбу, стороне. И окажется на другой стороне, возможно, от того, кто будет сидеть в Белом доме, на другой стороне от правительства США. Если, а точнее, когда, он будет вынужден нанести превентивный военный удар по ядерным объектам Урана, стремясь помешать фанатикам, поклявшимся, к слову, сжечь Израиль, помешать им получить необходимые для этого уничтожения средства. То есть у Израиля этого выхода не будет. Израиль, если дело дойдет до упора, то Израилю придется уничтожать ядерные возможности Ирана путем прямого военного превентивного удара. И в этот момент Израиль окажется против Совета Безопасности ООН, который дал Ирану легитимацию, и против США, по крайней мере, если там не сменится руководство. Администрация Байдена оправдывает свою вот такую откровенную про-иранскую и антиизраильскую, а равную и антиарабско-суннитскую политику, утверждая, что это, мол, средство отдалить США от проблем Ближнего Востока, в то время как, да, Вашингтон стремится сосредоточить свои ресурсы и внимание на Азии и растущей угрозе со стороны Китая. Типа, ну, ребята, ну мы, конечно, любим Израиль и арабов, которые там в этих самых Эмиратах живут, но у нас есть свои интересы, говорит Блинкен, Майли и Байден. И наши интересы говорят, что оставьте Ближний Восток и давайте займёмся Китаем, потому что он для нас угроза. На первый взгляд это оправдание может показаться логичным. Типа, ну что, мы же не обязаны вписываться за евреев и за арабов на Ближнем Востоке. Пусть сами разбираются с Ираном. Но вся эта позиция нынешняя Байдена, она стоит на абсолютно гневом фундаменте. Я объясню. Во время своего пребывания в должности прежний президент Дональд Трамп действительно стремился свести к минимуму присутствие США на Ближнем Востоке. Мы знаем, он так и говорил. Он говорил, мы не хотим воевать чужих воинов. Мы хотим заниматься нашими делами, нашими интересами. Все остальные регионы, ну, где можем, поможем. А вообще пусть сами. Но при этом, желая сосредоточить усилия и ресурсы США в Азии для борьбы с растущей угрозой со стороны Китая, Трамп, по сути дела, делегировал полномочия союзникам Америки. То есть у Америки на Ближнем Востоке есть союзники. Израиль и суннитские арабы. Это Саудовская Аравия, Эмираты. Как бы весь шлейф сателлитов Саудовской Аравии. И для того, чтобы передать и делегировать эти полномочия, Трамп готов был оказывать политическую, дипломатическую, материально-техническую и при необходимости военную поддержку, чтобы обеспечить успех этих усилий по борьбе с иранской агрессией. И концепция Трампа, которая успешно снижала как уровень насилия в регионе, так и прямое участие США в делах Ближнего Востока, понимаете, и мира было больше, и США в этом меньше должны были возиться. Идея-то была очень простая. Мы знаем, в чём она. Поскольку союзники Америки разделяют интересы США на Ближнем Востоке. Чем больше у них возможностей защищать свои собственные интересы, тем меньше США придётся вкладывать в защиту своих интересов в регионе. И Трамп создал буквально институциональные рамки для сотрудничества между союзниками США, ведь он, по сути дела, стал флагманом, который позволил заключить соглашение Авраама. И эти соглашения Авраама, они и создали вот этот военно-экономический союз союзников Америки. То есть раньше Америке приходилось всё время как бы ссорить евреев и арабов, которые были на Ближнем Востоке, так сказать, как мы знаем, не очень дружили. Ну вот пришёл Трамп, сказал, давай, наставьте этих самых больных на голову палестинских арабов, забудьте про них. Договоритесь между собой, у вас есть очень много общих интересов, и это наши общие интересы. И действительно, Натаньяо с саудовцами и с эмиратами сумели создать этот самый союз, соглашение Авраама. И это стало не только экономическим подспорьем для колоссального рывка вперёд, но и военный. По сути дела, был создан военный союз, который работал на свои интересы, но в то же время защищал интересы Америки, понимаете? Это была система, которая была всем хороша. Тут не было подчинённых и хозяев. Это была система, которая работала в интересах и Америки, и её союзников на Ближнем Востоке. И это, кроме всего прочего, ещё положило конец, по сути дела, арабскому конфликту с Израилем. И интегрировало Израиль в центральное командование США, способствуя тем самым оперативному военному сотрудничеству между Израилем и арабскими союзниками США под эгидой вооружённых сил США. То есть у Байдена, у Трампа, прошу прощения, это действительно была целостная концепция, разумная и полезная, которая всем была хороша. Напротив, политика Байдена является полной противоположностью политике Трампа, как концептуально, так и по существу. Политика Байдена представляет собой восстановление и усиление политики Барака Обамы в отношении Ирана и, по сути дела, всего Ближнего Востока. В отличие от Трампа, Обама и Байден, их советники считают, что ближневосточные союзники США, Израиль и Суницкие, Арабские государства Терсидского залива, они как бы десятилетиями злонамеренно работали над тем, чтобы втянуть Соединённые Штаты в войны на Ближний Восток. И чтобы отдалить Америку от региона, её пагубных союзников, согласно этой доктрине, доктрине Обама и Байдена, США должны отдалиться от своих союзников и ослабить их, и наоборот сблизиться с Ираном, который надо усиливать. И вот это всё возвращает нас к Израилю и к тому, что его нынешнее правительство должно было бы делать перед лицом предательства со стороны американской администрации. Предательство, потому что, в общем-то, мы были союзниками. Не то, что вдруг Америка сказала, ну ладно, я как бы тут помогала, помогала и устала. У нас были общие интересы, у нас были общие планы, у нас была общая стратегия, общее видение. Вот приходит эта банда, продолжатели дела Обамы, и, по сути дела, говорят, мы вас теперь кидаем. То есть это плохо не только для Израиля и сунитских арабских государств. Это плохо и для Америки, потому что это говорит с потенциальным будущим союзникам. Ребята, на Америку полагаться нельзя. Она может кинуть любую секунду. Поскольку поддержка Ирана и подрыв Израиля являются основополагающими принципами в ближневосточной политике Байдена, они не будут подлежать изменению. То есть изменить это можно, только убрав эту администрацию из его дома. И Израиль на это повлиять не может. Не имеет значения, сколько раз премьер-министр Анастали Беннет или министр иностранных дел Гейнер Лапид с восторгом провизжит про настоящих друзей Израиля Байдена и Бринги. Те уже давно выбрали путь, который абсолютно непроницаем для рассуждения и аргументов. И поэтому вместо того, чтобы тратить усилия на то, чтобы пытаться завоевать расположение непримиримого рождебной Израилю администрации, в том числе через тщетное последничество воинов других народов, мы это видели, мы об этом поговорим еще во второй части нашей программы, вместо того, чтобы следовать унизительной вассальной политике отсутствия неожиданностей, типа «мы не будем вам мешать заключать сделку, поэтому мы ничего Ирану делать пока не будем». Израильским лидерам следовало бы готовиться к тому, что ждет Израиль, а ждет его более чем тяжелой перспективы. Потому что вот-вот Израиль, Израиль уж точно, но и арабы за компанию тоже, будут объявлены козлами отпущения. Откуда мы это знаем? Потому что в 2014-2015 годах, пытаясь продать свою изначально катастрофическую ядерную сделку с Ираном, как я уже сказал, по сравнению с нынешней, она была просто замечательной, Обама и его советники развернули компанию по демонизации и дискредитации Израиля, равной его сторонникам в Конгрессе, и в частности в общественной жизни США в целом. Теперь же, когда Байден согласился на еще более опасную сделку, Израиль должен готовиться к куда более подлой и циничной кампании демонизации, которая, скорее всего, затмит то, что была в 2014-2015 году, вот те самые пресловутые 8 лет назад. Собственно, не исключено, что мы уже наблюдаем попытки администрации обвинить Израиль напрямую через своих медиапартнеров и через украинское руководство, кстати, в недостаточной антироссийской кампании. Иначе говоря, травля уже началась, пока еще так по мелочи, но Саудовская Аравия и Эмираты, они давно уже осознали грязную игру, в которую играет Байден и его команда. Поэтому в среду Wall Street Journal сообщил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и наследный принц Эмиратов Мухаммед бен Заид отказались отвечать на телефонные звонки Байдена на этой неделе. И, вероятно, лидерам Израиля стоило бы последовать этому примеру, осознав реальность и действовать, соответственно, прежде чем ситуация еще больше улучшится. Ну, следовало бы, потому что мы понимаем, что сейчас у власти в Израиле находятся люди, которые не имеют самостоятельного мнения, имеют самостоятельных решений. По сути дела, они ведут себя как абсолютные вассалы. Причем вассалы, которые готовы уничтожить собственную территорию, если прикажет хозяин. И это, конечно, больше всего напрягает в этой сегодняшней ситуации. И все же, прежде чем закончить эту тему, я действительно, я сказал уже несколько раз, повторил, есть некая такая вот как бы сложная ситуация, которая дает нам определенную, я даже не знаю, можно ли назвать это оптимизмом, точку оптимизма. Дело в том, что подписание этого соглашения ядерной сделки должно было уже состояться. И оно как-то протормаживает день, протормаживает другое, почти неделю уже. И вроде сейчас вообще говорят о том, что оно почти подписано, но вот как-то надо еще подумать. И доктор Гайбехов, который я часто цитирую в наших передачах, израильский политолог, который, в общем, на мой взгляд, очень хорошо понимает ближневосточный регион, хуже понимает ситуацию, скажем, за его пределами, иногда говорит вещи, с которыми я не согласен. Но, тем не менее, он выдвигает очень интересную версию. Он говорит, смотрите, изначально санкции с Ирана должны были быть сняты, и это было на руку России, потому что довольны в Украине, потому что Россия и Иран должны были, как бы, Иран должен был получить деньги, на эти деньги он мог начать покупать вооружение, он мог начать там что-то строить, Россия бы эти деньги как-то, так сказать, осваивала бы по соглашению со своим союзником Ираном. Но теперь получилась ситуация, в которой, если сделка будет подписана в нынешней ситуации, Иран-то эти деньги получит, с Ирана-то санкции снимут, а на Россию-то санкции навалились. И в каком-то смысле мы уже говорили об этом, что не исключено, что изначально как бы между Путиным и Байденом было такое гласное или негласное, скорее, понимание, что Байден сдаст Путину Украину, а Путин поможет уговорить иранцев подписать эту сделку, и, в общем, как бы Байден получит эту сделку. Не то, что она выгодна США, но Байдену там нужна. И цены на нефть, например, на тот же бензин, который в Америке сейчас обновляет исторические максимумы, она бы снизилась. Но сейчас Россия говорит так, вы меня кинули с Украины. Не Россия, как Путин говорит. Почему? Потому что, как мы понимаем, Байден-то с удовольствием отдал бы всю Украину, Россию. Но Зеленский раскачал общественное мнение в Европе, вслед за ним американское общественное мнение. И теперь Байден деваться некуда, потому что общество его просто не поймет, если он так откровенно сольет. И вот теперь, а Путин говорит, ну ты же не обещал, мы же договариваемся. А раз ты срываешь свою часть сделки, то подписание договора ты не получишь. И пока подписания договора нет, то цены на энергоносители продолжают расти. Байден пытается дозвониться до арабов и попросить их качать больше нефти. Все отвечать на звонки не хотят. Израильский газопровод Байден зарубил, мы уже говорили недавно. И получается, что сейчас как бы Байден оказывается в дурацкой ситуации, поскольку Путин, возможно, не дает ему подписать иранскую сделку. Так это или нет? Насколько эта версия Гая Бхора в соответствии тому, что происходит, неизвестно. Возможно, что мы увидим ситуацию на следующей неделе яснее, будет подписана сделка, или они пойдут думать, разбегутся по разным углам. Но мы будем следить за ситуацией и смотреть за тем, как развиваются события. Сергей. Да, Александр, давайте мы, наверное, сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламные объявления. Потом, если будут вопросы, наш телефон всегда открыт 847-400-5200. И пока я не забыл, со следующей недели мы переходим на летнее время, то бишь на час вперед. Ну, летнее время. На один час. Мы пока еще не поменим, так что у нас некоторые сдвигают. Да. Возвращаемся в программу «Открытый диалог». Телефон в студии 847-400-5200. А теперь вот о чем. Беннет попытался выступить в роли миротворца. Это одна тема. Второе. Полевой госпиталь, который был, планировали построить там в Украине на границе. Почему он может, так сказать, этот проект не состояться. И третий вопрос. Почему Зеленский не выступил на заседании перед Кнезетом? Давайте, не дождался. Давайте вот поэтому поговорим по этим темам. Действительно, мы с вами встречались на прошлой неделе и уже на следующий день стало известно, что в субботу, то есть с нарушением субботы еврейской традиции Беннет, который, к слову, представляется религиозным евреем, соблюдающим традиции и носит кипу, помчался в Москву. И если сначала были еще какие-то сомнения относительно того, что можно решать какие-то израильские вопросы, потому что, казалось бы, мы только что говорили о том, что на самом деле должно занимать израильское руководство, политическое и вообще. И в этой ситуации Беннет пенчится в Москву. Можно было подумать, что он едет как-то договариваться, о чем-то решать по вопросам иранской сделки. Но нет. Выяснилось, что Беннет подорвался в Москву в субботу, а затем отправился в Берлин, чтобы поучаствовать, так сказать, в примирении сторон. При этом накануне Беннет постоянно повторял в разных поступлениях, что, мол, надо останавливать эту войну, иначе будет еще хуже, еще хуже, еще хуже. Это повторялось как мантра, еще хуже. А потом мы узнали, что он пытался объяснить Зеленскому, что, мол, надо уступить требованиям Путина, поскольку Путин как бы дальше будет только хуже, поэтому надо уступать сейчас. То есть, понимаете, выступить в роли посредника в общем неплохо. И это как бы казалось бы, но если можешь, пожалуйста, помоги. Кто же против того, чтобы ты останавливали кровопролитие? Проблема, конечно, в том, что у тебя сейчас есть свои неотложные дела, то есть ты занимаешься, это вот такая вот фрустрация обязанностей своих. Ты должен заниматься чем-то, чем ты заниматься не можешь, ты бежишь заниматься чем-то другим. Ну хорошо, может быть, ты будешь хорошим посредником и сделаешь то, что нужно. Но и этого нет, потому что, по сути дела, Беннет превратился в проводника путинских слов. И Зеленский в какой-то момент просто не захотел разговаривать с Беннетом. И более того, ситуация еще более деликатна, если можно так сказать. Ведь у Израиля у самого есть такая же проблема. И Израиль сам очень болезненно реагирует, когда приезжает какой-нибудь европейский дипломат с желанием примирить нас и палестинских арабов, которые говорят, мы хотим просто убить евреев, всех евреев, всех убить. А Израиль говорит, ну может какой-то мир. И вот приезжает посредник и говорит, ну вот вам нужно вот это отдать, здесь уступить. Израиль очень обижается, потому что говорит, как это уступить, как это отдать? Это наша земля, они нас убивают, мы все, что мы хотим, мы хотим мира, они хотят нас уничтожить. И это для них подздармует просто нового террора. Как отдать? И вот то же самое, в такой же точной ситуации Беннетт сейчас выступает, и вот теперь пытается объяснять Зеленскому, что, мол, нужно уступить Путину, потому что будет иначе только хуже. То есть получилось, и нарушил субботу, и выступил в очень сомнительной, явно не посреднической роли, а что-то другое совершил. И не занимался тем, чем ты должен заниматься как премьер-министр Израиля в такой ответственный для Израиля момент. И спрашивается, для чего? Чего тебе понесло тут? Проблема в том, что нашего израильского премьера больше всего занимает как бы амбициозное и нелепое абсолютно желание залезть в тапки Натаньяу и показать, что он тоже может. То есть те прекрасно понимают, что вот Натаньяу, был бы он сейчас лидером Израиля, возможно бы нашел бы какие-то слова или действия, и, может быть, действительно как-то помог бы остановить король пролития в Украине. Кто знает? И более того, накануне Натаньяу действительно обращались, были разные голоса, которые говорили, «Может, Натаньяу бы занялся посредничеством?» Натаньяу, как глава оппозиции, сидит в стороне, не высовывается. То есть попросят официально, безусловно, не откажется. Но не просят, так он не лезет. А Беннет прямо заволновался, он прямо как будто пот на лбу выступил. Как-то так. Натаньяу, которого он вроде как оттеснил, а его сейчас зовут, а Беннет никто не спрашивает. И он звонил сначала Путину, потом Зеленскому, потом снова Путину, потом его таки позвали в Москву, и из Москвы он поехал уговаривать практически Зеленского действовать в интересах Путина, то есть уступать агрессору. И это при всём при том, что у него самого забот должно быть выше крыши. Вот такой вот суетливый инфант, который сменил Натаньяу. Но хуже того, Беннет пообещал Зеленскому развернуть полевой госпиталь во Львове или где-то рядом со Львовом. Действительно, Израиль, когда происходит где-то в мире какое-то несчастье, наводнение, землетрясение, первым делом израильские специалисты летят туда спасателей и врачи и разворачивают полевой госпиталь. И лечат всех, и Израиль очень гордится тем, что он умеет так хорошо это всё оперативно действовать, и в мире знают, что Израиль помогает. И, безусловно, Зеленский, наверное, напомнил Бен, Бен сказал, да, конечно, то есть пришлём сейчас полевой госпиталь, да ради Бога. И тут выясняется, что полевого госпиталя не будет, по крайней мере, пока. Почему? А потому что министр финансов Израиля Либерман, который сидит на госденьгах, сказал, а я деньги на это не дал. Это много денег, и вообще я не вижу никакого смысла. Тут трудно сказать, что тут, какая уважаемая подходит. Может быть, Шлаф, его фактически хозяин и куратор австрийский, связанный с Путиным и ФСБ, по просьбу Путина не разрешил Либерман. Может быть, Либерман просто не придумал, как этот бизнес использовать в своих целях, как, кстати, отпилить, как откат какой-то получить. Но так или иначе получилось, что Беннет выступил в роли шута ничтожного, который что-то обещает, премьер-министр, а потом не делает. А Либерман выступил в роли такого, как бы, в кавычках, рачительного хозяина, который сейчас вдруг решил экономить. То есть, слить бедуинам Негев и отдать им десятки миллиардов — это нормально. А потратить деньги, чтобы развернуть полевой госпиталь для украинцев раненых, что делал Израиль всегда в таких ситуациях, на автомате буквально. Тут он проявляет, понимаете, или хозяйственную врачительность. То, что называется, бывали хуже времена, но не было подлее. Сергей, у нас есть звонок. У нас был звонок, но мне не хотелось прерывать. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если вы не против, если будут звонки, я тогда буду вам дома узнать. Пока мы ждем звонка. Сергей, или есть уже звонок? Но пока не дозвонились. Если пока нет звонка, вот еще как бы в эту же ситуацию еще одно такое событие. Пока есть звонок, чтобы человека не держать на линии. Добрый день. Добрый день. Спасибо за ваши интересные передачи. Я хотел спросить Александра, является ли это фейк-ньюс, потому что прошло на интернете там World, называется World Israel News, о том, что в городе Житомире прошел погром израильских, еврейских и беженцев. Какие-то новости есть из Израиля по поводу этого? Потому что я не знаю, ли это мудка, или это действительно правда происходит, или у вас есть какие-то сообщения в Израиле об этом? Потому что такая обезьян сообщила. Честно скажу, я ничего не слышал о том, что в Житомире прошел, был погром, как сети, произошла бы, то я бы уже сегодня увидел, прочитал бы это в новостях, потому что я отслеживаю все новостные ленты, и в Израиле бы такую ситуацию не упустили бы, и растрезвонили бы, говорили бы об этом очень много. То есть, я, честно говоря, не видел, и может быть, там что-то было очень локальное, может быть, этого вообще не было. действительно сейчас из-за войны такое количество фейков, такое количество подделок, фальсификаций откровенных абсолютно или каких-то более хитрых, что очень сложно пока в реальном времени понять часто, что происходит. Так вот, если у нас есть еще какой-то звонок, то ответим, если нет, то... Давайте примем звонок. Добрый день. Добрый день, господа. Сергей, Александр. Скажите мне, пожалуйста, Александр, в последние месяцы такое движение со стороны Турции по отношению к вашему президенту, просто, знаете, этот прием, который он устроил президенту Израиля в Турции, с чем это связано? Это чего вдруг? Страна, в которой нельзя верить абсолютно. Вот. И, знаете, вы все сказали про Либермана, но, к сожалению, наша, то есть наша, эмиграция из Советского Союза, с Украины, с Россией дала таких, таких выродков, типа, как Либермана, как Кегми и других всяких подолков, которые засоряют израильскую землю. А теперь вам вопрос такой. Я вам как-то задал вопрос это месяц само назад. Как у вас в Израиле были отношения между евреями, которые приехали из России, евреями, которые приехали из Украины, и вы сказали, типа, что в 2014 году там какая-то стенка на стенку. А что сейчас? Все спокойно, никто не идет, не грабит, кто-то все грабит, а не делает всякую гадость, в другие, потому что те приехали из другой страны и так далее. Большое спасибо вам. Я вам с удовольствием хочу посмотреть, что вы мне ответите. Про Турцию мне тоже очень интересно. Спасибо. Вопрос про Турцию, про то, что у нас в Израиле, как, кстати, выходцы из России и Украины и по поводу Либермана. Так вот, по поводу выходцев из России и Украины. Действительно, в 2014 году как-то я больше видел столкновений в социальных сетях, да и вроде бы было и в реальной жизни людей, которые считали правильным оккупацию и захват Крыма и поддерживали в этом смысле путинский режим, и те, которые выступали со стороны Украины. Ходило до склок. Сейчас, видимо, всё-таки общественный настрой настолько против этой абсолютно возмутительной войны, беспричинной, наглой, подлой, что есть по-прежнему люди, которые поддерживают Путина в Израиле и поддерживают эту войну, но они в абсолютном меньшинстве, и поэтому я не видел каких-то действительно таких вот мощных столкновений или споров. То есть люди друг с другом просто в социальных сетях расходятся и не общаются друг с другом. В реальной жизни я не наблюдал каких-то столкновений. На мой взгляд, сейчас даже для огромного количества тех, кто приехал из России, а не из Украины, настолько очевидна вопиющая несправедливость этой агрессии, что они не готовы защищать режим, тем более, что они понимают, к чему это привело их близких, родственников, знакомых, россиян, которые там живут. Потому что, да, у россиян сейчас нет войны, у них не взрывают дома, у них не убивают людей на улицах, но исчезновение той, в общем-то, очень достаточно благоустроенной и благополучной России и превращение ее в сталинский режим в худшем смысле этого слова, конечно, не вызывает у израильтян, глядящих на это со стороны, никакого энтузиазма. Теперь по поводу Турции. Да, мы как раз две недели назад, по-моему, говорили о том, что Байден, по сути дела, подорвал огромный проект, который продвигал Натанияу вместе с греками и киприотами. Израильский газ по подводному трубопроводу в Европу, через Грецию и Кипр. Байден это дело зарубил, а турки говорят, понимая, что газ все равно нужен в Европе, давайте ему тащите трубу через нас. Израилю это абсолютно не выгодно. И понятно, почему, потому что Эрдоган человек абсолютно ненадежный, никаких иллюзий по этому поводу нет. Лживый, подлый, наглец, который действительно добился от Байдена того, что он стал монополистом, то есть зарублен возможность подачи газа в Европу из Израиля в обход Турции. Теперь с Турцией надо договариваться, и он как радушный хозяин, типа давайте договариваться, то есть поделим по-честному, вам 10% и мне 90%. Через меня же идёт, других же вариантов у вас нету, то есть на мой взгляд все его гостеприимства это попытка сейчас как бы затянуть израильтян в очень невыгодную ситуацию, когда ну вы же должны продавать свой газ Европе, вот продавайте через меня, я буду брать маржу, какие-нибудь пустяки, 95%, не больше. Я, к сожалению, понимаю, насколько нелепо и бестолково наше нынешнее руководство, надеяться на него невозможно, поэтому может быть всё что угодно, израиль может подписать любой грабительский контракт, был бы Натаньяо, было бы всё по-другому. И теперь по поводу Либермана, действительно, это колоссальная проблема, о которой многие сейчас вдруг стали как бы прозревать и замечать, то есть Либерман это, если сказать простыми словами, путинизация израильской политики. Либерман приехал на самом деле из России очень давно, он приехал из Молдавии, вообще из Советского Союза, но вся как бы его система политическая, которую он построил, она абсолютно путинская, она абсолютно так же коррумпирована и так же беспринципна и так же аморальна, как путинская система. Либерман пробивается, его заветная мечта стать премьер-министром Израиля. Если раньше многие говорили, ну он нам не подходит идеологически, но он там в тот, то теперь совершенно понятно, Либерман во главе Израиля, даже сейчас, будучи на должности министра финансов, очень влиятельный, кстати, это колоссальная угроза тому, что Израиль может превратиться в такой же путинский режим, в каком сейчас оказалась Россия. То есть вот эта путинизация, откровенная совершенно, криминализация израильской политики, которая распространяет вокруг себя Либерман, я напомню, 17 или 18 его ближайших сподвижников либо сидят, либо проходили по разным уголовным делам, связанным с коррупцией в крупных размерах. Это колоссальная проблема для Израиля и, на мой взгляд, Либерман и вся его партия должны быть вычищены из израильской политики. То есть этим людям нужно запретить навсегда каким-то образом оказываться близко к руководящим постам. Вот то, что делали в Германии после Второй мировой войны, деноцификация, сейчас это слово испачканно путинским режимом, но это был очень важный момент. Нацисты не должны были и не могли занимать никаких государственных постов. На мой взгляд, если Израиль не хочет закончить так, как заканчивает сейчас Россия, Израиль должен избавиться от путинизации израильской политики и отделить себя от Либермана и всего того спрута, который он создал в Израиле за эти 20 лет. И следующий звонок, добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день, Александр, скажите, много ли голосовавших за Либермана, за Беннета, теперь от них уйдут и будут голосовать за Натанияху? Ну, по поводу Беннета и Сара, то есть двух предателей, которые себя позиционировали как правые, а потом создали коалицию с ультралевыми, с братьями-мусульманами и с беспринципными разными политиками типа Либермана или Лапида. По поводу Беннета и Сара все понятно. Они, судя по всему, на следующих выборах не пройдут. Но они, конечно, могут присоединиться к какой-то партии, могут примкнуть тому же Лапиду и, может быть, их протащат туда. Но сейчас по опросам и тот, и другой Сар точно не проходит, Беннет проходит на грани, то есть еще немножко и он уже никуда тоже не попадет, не пройдет электоральный борьер. Что касается Либермана, то у него вот, вы понимаете, почему я говорю, это так похоже на Путина. Казалось бы, сейчас в России люди должны понимать, в какую страшную авантюру Путин их втянул. Но мы видим, что там порядка 30% как бы в ужасе и осуждают эту агрессию. А 70% они кричат «Ура Путину!» и они верят в всю ту байду, которую Лавров и Путин им вешают на уши. Что нет никакого вторжения, что украинцы разрабатывали какое-то там, я не знаю, ядерно-биологическое оружие, что они заражают летучих мышей и насылают их на Украину. Весь остальной бред. Они верят в это и они верят и поддерживают Путина. То же самое с электоратом Либерман. Электорат Либерман это публика, которая, даже если им покажут по телевизору, они в это не поверят, скажут, что это все вражеская пропаганда и продолжат его поддерживать. Это клиник. И самое обидное или самое ужасное, что сейчас в Израиле пребывает огромное количество репатриантов, потому что из России, из Украины бегут люди. Это люди, которые приедут в Израиль, не понимая, что происходит в Израиле. В первую очередь они встретят русскоязычных политиков, русскоязычные средства массовой информации, которые полностью принадлежат Либерману. Сегодня все в Израиле. И я думаю, что на следующих выборах Либерман не только не уменьшит свое представительство, но он увеличит на 2-3, а то и 4 мандата свое присутствие в Кнесте за счет вот этой самой новой аллеи, которая приедет и будет голосовать за свои. Когда она разберется, будет уже поздно. Вот такая вот ситуация. А еще с закона состоится 3 минутки времени. Закон, который был недавно принят. Да, в Израиле на этой неделе прошел очень важный закон. И надо сказать, что этот закон по сути дела провели правы. То есть этот закон был подготовлен депутатом из оппозиции Симхой Рокманом. И ситуация сложилась таким образом, что коалиция, точнее, часть коалиции была вынуждена его принять. Речь идет о законе о гражданстве. И не желая нагружать наших слушателей какими-то юридическими подробностями, скажу по-простому. Этот закон по сути дела был придуман примерно 20 лет назад как поправка к закону для того, чтобы защитить Израиль от арабской али. Арабы Израиля женятся или выходят замуж на арабах или арабках в Иудее, Самарии и Газии. И потом приезжают в Израиль и говорят, мы хотим, чтобы мы все получили гражданство. И там дальше папы, мамы, бабушки, дедушки. И получается, что в Израиль прибывает огромное количество арабов из Иудеи и Самарии и получают израильское гражданство с ними вытекающими отсюда последствиями. И в свое время Верховный суд заставил правительство как бы давать им гражданство. Мол, типа, не может быть так, что приезжает человек, если, например, израильтянин женился или вышел замуж за россиянина, украинку, американку, приехали в Израиль, получили гражданство. А что такое, почему араб, который женится на арабке из газы, не может, они оба не... так сказать, почему она не получит гражданство. Надо, чтобы она тоже получила гражданство. Тогда была введена поправка к закону, которая как бы это дело немножко сдерживала граничия. Говорила, есть квоты, сколько можно таких разрешений дать, и должны быть люди, у которых там нет каких-то незасвеченных никак-то против Израиля. А на самом деле службы безопасности говорят, что огромное количество терактов происходит именно внутри Израиля от таких людей или от их детей. То есть понятно, что люди, выращенные там в ненависти к Израилю, приезжают в Израиль, и они самые рассадник террора. И этот закон, поскольку он был незакон, а как бы подзаконная поправка, ее автоматически продлевали каждые несколько лет. И вот в начале это правительство должно было его продлить. Левые в правительстве сказали, мы его поддерживать не будем. Беннет и Сар побежали к Натаньяу, сказали, давайте, вы из оппозиции нас поддержите. Натаньяу сказал, нет, ребята, давайте уж, вы нас предали. Если вы хотите нашей поддержки, то давайте сделаем хороший новый закон, неподзаконный акт, который нужно продлевать. А нормальный, напишем закон, объясним, все по пунктам. У нас есть интересы еврейского большинства. И вот квоты, вот ограничения, вот пары, которые мы можем принять, вот пары не можем принять. Беннет и Шакет и Сар не хотели этого. Типа, что же мы будем делать под диктовку Натаньяу? Натаньяу сказал, ну тогда нашей поддержки вы не получите. не продлили этот самый подзаконный акт. И Верховный суд вместе с левыми уже подготовили порядка 300 тысяч натурализаций для новых граждан из автономии. Стало понятно, что придется, то есть правым в правительстве стало ясно, что им придется идти на сотрудничество с коалицией, с оппозицией. И в итоге сделали так, как Натаньяу предлагал в самом начале. То есть правая оппозиция принесла разумный закон и часть коалиции, вот те, которые выдают себя за правых, были вынуждены вместе с оппозицией как бы его подать и принять. Несмотря на то, что арабы и левые перещали и кричали, что они этого не допустят. Допустим. Прошел этот закон во втором и третьем чтении. Это очень хорошо. Это показывает, насколько можно было бы много всего хорошего сделать, если бы у нас эти предатели не ушли к левым и не создали бы с ними коалицию. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. И помните, на один час раньше, по-моему. Да, на один час раньше. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова